Всем привет! С вами Кейн и сегодня у меня в обзоре Альбе Марли. Британский тяжелый крейсер 8 уровня. Что я о нем хочу сказать? Введен он был в игру в обновлении 9.0, но стал он доступен в пакетах королевские наборы и императорские наборы, это в Адмиралтействе. В общем, чтобы их получить, нужно было выполнять кое-какие задания, дабы можно было открывать эти наборы и у вас был шанс получить один из крейсеров с 5 по 8 уровень. Мне за все директивы не выпал ни один из этих наборов, пришлось ждать обновления уже 9.1, там где он был введен как прокачиваемый корабль. Ну то есть его можно было просто прокачать. И там я его просто взял, уже купил за свободку. Прокачал, то есть 5, 6, 7 и 8 я прокачал за свободку. Для чего я это сделал и в чем была необходимость? Дело в том, что сразу же после этого началась арка на британского капитана Эндрю Кеннингема. Это особый капитан, он с талантами. Его можно было садить и на линкор, и на авианосец, и на крейсер, и на изминец, в общем на все. Талант, он, у него было по-моему 4 таланта, и он подходил на любой корабль. Поэтому я загорелся желанием заполучить его. Для этого нужно было играть на Альбе Марле по одному бою в день. И там можно было заполучить по 15 этих жетонов, за которые можно было взять этого капитана. В общем, вот так вот. Поэтому насчет других кораблей в плане 7, 6 и 5 уровня, я не знаю, поскольку я на них не играл. Но они не очень, судя по отзывам. Итак, вернемся к нашему Альбе Марле. Начнем, наверное, с его сильных сторон. Сильные стороны у него это же артиллерия. Не в плане дальности, не в плане точности, но в плане нанесения урона. Нанесения урона фугасами. У него альфа фугасов достаточно высокая, то есть на уровне японцев. ББшки тоже крутые. Ну, как бы, не слабые такие. Но скорострельности у него нету. Шанс на поджог здесь высокий. Поэтому линкоры поджигаются хорошо. Но! Тут уже идет большое но. Потому что бронирование здесь против линкоров не работает. Здесь нету таких углов и скосов, как у немцев, допустим, или еще у кого-нибудь там. В общем, удар они не держат совсем. Не в том плане, что бортом. А в плане того, что им прилетают и в нос, и в корму, и через палубу заходят. То есть линкоры их карают крайне жестко. И на момент записи этого видео я уже выкачал и Дрейка, и Голиафа. Разницы между кораблями нету. То есть разница только в уровне. На каждой на своем уровне крайне уязвим против линкоров. В данном видео я вам покажу, как я играю на этом корабле. То есть от линкоров я держусь подальше. Лишний раз им на фокус не попадаюсь. Также реализовываю часто ББшки, что весьма эффективно. Поскольку даже против линкоров или против крейсеров они весьма эффективны. Также еще, наверное, отмечу слабые стороны данного крейсера. Ну, это, в принципе, как и у всех британцев, низкая скорость. То есть 33 узла в стоке. В общем, он не особо быстрый. Поэтому, держа дистанцию, нужно смотреть на карту и смотреть, где находятся вражеские линкоры. И так, чтобы вам не зашли в борт именно линкоры. Против крейсеров ничего страшного. Даже немцы не пробивают. То есть держим угол, подключаем три башни, стреляем фугасами, немец вас не пробивает. Ну, в плане ББшек. Линкор все равно пробивает в любом случае, в любой проекции. Поэтому крайне опасайтесь линкоров. Ветка эта для новичков, наверное, не подойдет. В первую очередь я не рекомендую качать именно эти крейсера. Качать какие-нибудь другие ветки. Но только не эти. Я часто также играю на девятых-десятых левелах. И британские тяжелые крейсера встречаются крайне редко. То есть очень-очень редко. Если Минотавр встречается там раз в три боя. С той или с иной стороны. То есть с вашей или с противника. То Голиаф или Дрейк Ну, крайне редко. То есть Корабли не очень особо хорошо сходят. Дальность у него не особо выдающаяся. Баллистика такая же навесная, как и у американцев. То есть Можем перекидывать через острова На дальней дистанции. Попадать нам уже будет Тяжеловато. Тяжеловато. Ну, по линкорам, в принципе По стоячим или по Движущимся с низкой скоростью Попадать, в принципе, можно. Но опять-таки же Это очень опасно. Поскольку Линкор, если попадет по вам То На какой-то там рикошет Или непробитие Можете даже не рассчитывать. Пробитие будет. Цитадель Ну, если Будет попадание в цитадель То не удивляйтесь Потому что Он пробьет И попадет Ну, это если попадет, конечно же Против крейсеров Да, у нас есть Ряд преимуществ Но Все же Сильно нагалеть И подставлять борт Не стоит В данном видео я показываю То есть Как я держусь На расстоянии от линкоров Им не подставляюсь Когда по мне ведет Огонь Вражеский крейсер ПБшками Я маневрирую Верчусь Справа влево Он Кидает Но В основном Это все Попадает Либо же в бронепоезд Либо просто Не попадает И я Не получаю урон Ну, то есть Не в цитадель Цитадельный урон Я не получаю Там, то есть Настройку Там или еще В оконечность Там что-то пробьет Что-то зайдет Там 2-3 тысячи Ну, не цитадель Это точно Я В начале боя Там Показывал Как я Стрелял ББшками В такой же Крейсер Альбе Марли Цитадель Ему Вынимается Очень легко И хочу Отметить Еще кое-что В данном бою Присутствовал 2 восьмых Авича Поэтому Я настрелял Столько много Самолетов Также Если бы Был один Авик То Такого Большого Сбития Самолетов Не было бы Даже Несмотря На Заградку Потому что Даже Под Заградкой Данные Крейсера Британские Тяжелые Они Не очень ПВОшные ПВО у них Ну Не то чтобы Слабая Но И не особо Сильная Где-то Параметр Средний Есть Конечно же Корабли на восьмом уровне Которые более Зубастые В плане ПВО И даже Я бы отметил Британские Легкие Крейсера У них нет Заградки Но ПВО У них Достаточно Сильные Чего Конечно же Не скажешь Про Тяжелые Поскольку В них Если Не брать Сетап Как я Играю С Заградкой А с Гапом То Ну От Авика У вас Шансов Отбиться Не будет Это я Вам Уже Говорю Как Игрок Который Прошел До Десятки И На Дрейке Я почувствовал Крайне Слабое ПВО Поскольку Даже Против Восьмого Авика Он Сильно Не Отбивается Как видите Шанс На Поджог Здесь Работает Достаточно Таки Хорошо В общем Вот Такой Вот Корабль Минус Еще Такого Корабля В том Что У него Есть Хилка Да Есть Но Их Всего Две Чтобы Было Их Три Нужно Взять Супер Интенданта Только Тогда У вас Будет Больше Хила Здесь У меня Пока Что Его Нет И Как бы В дальнейшем Качать Я Наверное Не Буду Базовый Билд Перков Это У меня Был Начало Конечно Ж Как Всегда С Приоритетной Цели Затем Взял Отчаянного Поскольку Мастер Наводчик Здесь Не Нужно У Них Башни Крутятся Достаточно Быстро Затем Взял Взрывотехника Поскольку Здесь Не Последнюю роль Играют Фугасы И Шанс На Поджог Также Потом Взял Мастер Маскировки Ну У меня Был Уже Десяти Очков Кэп Поэтому Я Посадил Сразу На Альбом Орли И Сразу Взял Эти Перки В дальнейшем Да Конечно Если У вас Будет 13 очков Перков Конечно Я Рекомендую Взять Супер Интенданта Чисто Ради Одной Силки Ну И Плюс Потому Что Уже Заградку Не Надо Будет Экономить В общем Это Наверное Все Что Я Хотел Сказать По Данному Крейсеру Видео По Дрейку Я Делать Не Буду По Голиафу Ну Не Знаю Может Когда Нибудь И Сдел Но Это Точно Не В Приоритей Поскольку Ветка Это Мне Не Зашла То Есть Новичкам Я Советовать Для Прокачки Не Рекомендую Вообще Пользуюсь Я Конечно Жили И Торпедами И Всем Что Есть Но Такие Бои Как Этот Там Где Настреливаем Столько Урона Бывают Не Всегда В Общем Проиграли Мы По Очкам Но Я Сделал Все Что Мог На Этом Крейсере В Общем Вот Так Вот Всем Спасибо За Просмотры Подписывайтесь На Мой Канал Пишите Комментарии Оценивайте Видео Всем Спасибо Всем Пока Субтитры Субтитры